Еще раз добрый вечер. Погода, не знаю, даже радует или не радует, но небесные хляби над Хакасией все-таки разверзлись. Лето пришло и вновь хлопнуло дверью. Деревнюю Гадюкина смыло это про Хакасию, ей-богу. Потому как лето нас покинуло. У нас в гостях в программе «Вовремя» на информационном круглосуточном телеканале, между прочим. Абакан-24, на волнах радиостанции Абакан-24, волна 7106, УКВ диапазон. И на портале YouTube Абакан-24, агроном-центр садоводства Юлия Нинкова, которая всю весну, всю тиму, все уши, как говорится, какой глагол не помню, проделала, прожужжала, выращиваем все, выращиваем, выращиваем. Вырастили, высадили, теперь все это сгниет, либо сгорит. Два варианта, третьего не тону. Здравствуйте, Юлия Романовна. Здравствуйте, Алексей, добрый вечер. Мне напомнил день сурка фильм. В прошлый раз вы то же самое, что все сгниет, ничего не сгниет. На прошлой неделе все сгорело, но это что не сгорело, то сгниет. Нет, завтра уже послезавтра. Сегодня какой-то заморозок. Обещают, но я думаю, его не будет. Не будет, так что не боимся. Вот Василий Васильевич сказал, что помидоры, комфортная температура, ну 4 градуса, а 3 уже дискомфорта. У нас 3 обещают. 4 плюс, да, вы говорите? Комфортно вообще это 25 должно быть. Нет, ну что они до 4 еще как бы стараются жить, а после 4 могут ниже и умереть. Нет, не помрут ни в коем случае. Да, заболевание это может, да, спровоцировать и влажность. Это да. Ну, Юль, руки-то опускаются при такой погоде. Ну, один день, Алексей. Да где один день, так все выходные лило, как из ведра. Ой, я не знаю, я вот все выходные. Всю неделю проработали, а выходные только в субботу было солнце. Я не успела прыскать ничего, потому что воскресенье полило, понедельник полило, вторник работа. Да, смотри, вот воскресенье, понедельник, да, я как раз высаживала томаты, вот все, высадила я томаты. У меня ее уже давно высажены. Дождем это сложно назвать. Это вы ленивая? Нет, я не ленивая, я все правильно по срокам делаю. После 10, значит после 10 июня мы высаживаем томаты, как и всегда. Поэтому сложно назвать то, что было в воскресенье, это какая-то такая моросящая, непонятно, то ли дождь, то ли нет, но вот лично у меня в районе участка. Но зато почва напиталась влагой. Это растение тоже, это благодатная влага. Я пусть и полил. Сегодня, смотрите, сегодня дождь, завтра уже смотрим, дождя нет. Ближайшие 4 дня, 26, 27, 28, лето опять на пороге и стучится. Открывайте двери, Алексей. И все будет хорошо, это самая благоприятная погода. День сурка, я не говорил, что у нас смыло на прошлой неделе, на прошлой неделе было жарко. Для развития растений, что хотелось бы сказать, звонков нету или повторите номер? 22-41-18, да люди замерзли в своих квартирах, у них руки трясутся, чтобы набрать номер телефона 22-41-18. Одевайтесь потеплее. Включайте камины, СГК пусть допускает отопление. Ну что вы, Алексей, один день это так. Как один юль. Один день. Если воскресенье, понедельник, вторник и среда уже. Холодно только сегодня, ладно, мы не будем опять спорить с вами. Да, с вами невозможно спорить, вас не приупредить. Потому что нужно браться и работать в огороде, не опускать руки, а именно подготавливать наши растения к таким неблагоприятным погодным условиям. Препараты есть, я про них каждый раз вам рассказываю. За благовременно, знаете, посмотрели по прогнозу погоды, что ожидаются. Дожди обработали или понижение температуры. Обработали циркон, аминомакс, антистресс. Любыми вот этими препаратами. Когда обрабатывать, то дождь идет. За благовременно, еще раз повторяю. Дождь всего лишь идет ни о чем. А то, что вы мне дали тогда в руки-то, подсунули чего-то, я этим опрыскал. Это очень хорошо, конечно. Растения более крепче становятся, иммунитет больше, здоровее не будут. Ну я неделю назад этим опрыскали. Теперь повторите через 10 дней еще раз. Так вот, хотел через 10 дней повторить, а не получилось. Ну ладно, через 14 дней повторите, ничего страшного. Тут фестиваль жарче, на который... Это выходные дни будут. Кто-то говорит, что надо мне идти работать в эфире. А я сопротивляюсь из последних сил. Вот, сейчас вот большая проблема у садоводов. Это горностаевая моль на яблонях, это опутано все. Ой, и лютиковая какая-то моль полетела. Мотылек лютиковый какой-то. Луговой мотылек, Алексей. Поэтому обрабатываем в срочном порядке, потому что уже многие бабочки уже вылетели из гусениц. А к серомонову ловушку стеклянец так и не залетел никто. Это очень хорошо. Сейчас ее смеет, правда. Люба Горошникова, она прислала фотографию, что одна попалась, но это было на прошлой неделе еще. У меня пустая пока. Ну, значит, у вас если смородина не росла там... Здрасте, у меня старая смородина. Старая много, да? Но я ее обрезаю, там нет ходов. Ну, значит, это очень хорошо. Это тоже ловушки. Но, опять же, на одном кусте смородина, новых кустах, вот их три уже у меня посажены. И на одном, на макушке листья вот такие стали сворачиваться. Ну, это поработало тля там. Обрабатывать, да. Либо биологические препараты, биокил обрабатываем, фитоверм опрыскиваем, либо химические. Альтаир или как? Интовир, Аллатар. Аллатар мне соседка сказала, надо купить, да? И опрыскивайте. Ну, это химический препарат, за 20 дней до головы рожают. Ну, давайте я из WhatsApp-а тогда попробую почитать. Оставлял на десерте эти вопросы. Ну, так как люди стесняются звонить по телефону 22-41-18. Ну, что ж. Добрый вечер. А прости Юрия Нингуловой. Ну, понятно, что не для меня. Здравствуйте. Первое. Как избариться от черных жуков на Виктории? Черные жуки, они вот. На Виктории. Несмотря какие жуки разные бывают. Не уточняю. Смотрите, ягода скоро уже будет поспевать, поэтому химические. У меня еще не набрал ответ. Химические препараты мы не используем. Биологические препараты можно тот же самый фитоверм, биокил. Что еще? Можно опудрить табачной смесью. Табагор, табазол, табачная пыль. Ну, опять же, это до первого дождя. До первого дождя. Дождь уже, все, в прошлом. Поэтому вот. Биопрепаратами. Биопрепаратами, да. Второй вопрос я прочту после того, как мы поговорим с телезрителем. Да, конечно. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Юлия Романовна, вот такой вопрос. У меня семейный лук. Хорошо взошел, такой хороший, жирненький. А вот сейчас, несколько дней назад, пожелтел кончик лука. Стал желтеть. Ну, я взяла, его просыпала табачной пылью и пролила, прорыхлила и пролила водой. А чем еще можно? Обязательно подкормите вообще лук, чеснок, если вы еще не подкармливали азотными удобрениями. Это либо коровяк, либо настой куриного помета, либо шустрик. Не на меня покатывает. Я не шустрик, я люблю шустриком пользоваться. Да, ну, просто как пример. Либо минеральные удобрения, карбамид и аммиачная селитра. Карбамид работает чуть подольше, аммиачная селитра сразу же действие идет. И, кстати, вот чеснок у меня тоже на участке неделю, две, наверное, назад он тоже стал желтеть и кучерявиться. У меня лук так начал от жары. И я вот опрыскала, кстати, остатками то, что у меня на томаты, вот это аминомакс. Все, через неделю приезжаю, ровные, зеленые. Я тоже аминомаксом опрыскивала, все равно кончики лука. Но они, видимо, подгорели в жару. Это жаркие погодные условия, да. Далее, что сделать, чтобы зависть абрикоса и сливы не опадала? Ну, смотрите, во-первых, это август месяц, мы обязаны подкармливать. В августе? В августе. Ну, не только в августе, но это вот начну с августа, потому что урожай собрали. Нужно положить, обязательно туда вложить то, что мы забрали у дерева. Это комплексное, можно, удобрение диамофоска, либо барафоска. А в сентябре, где-то конец августа, первая декада сентября, суперфосфат и сульфат калия. Это обязательное условие. И когда у нас отсвели абрикосы, сливы, берем хилат кальция и опрыскиваем. Это касается всех культур. И яблони тоже, и груши. Добрый вечер, посадили морковь 1 мая, до сих пор не взошла. Еще ждать или уже новую? Смотрите, что произошло, особенно кто высевал культуры таких вот, как морковь, свекла. Всходы могут не появиться. Почему? Посмотрели прошлые температуры, какие были днем. И 37, и 38. Это просто по термометру, если где-то в тени. Потому что на улице там все, не знаю, 45 были. А почва прогревалась, вот именно поверхность почвы 50-60. Что происходило? Вы тем более, если вечером поливаете, семя просто варилось. Жарко. Поэтому в жару, в такие жаркие погодные условия, сев лучше не производить. Как бы если сегодня число какое уже? 14. 14, да? Две недели, конечно, уже морковь должна была взойти. 1 мая. Ой, мая, то конечно. Вообще надо было дважды посевить. Посев сейчас, вот совершите влаги, сейчас достаточно в почве. Думаешь, еще не поздно. А почему должно быть поздно? 80 дней, мы морковь убираем уже, заморозки когда? Так что. Раннеспелая, которая идет на хранение, либо среднеспелая. У меня вроде взошла, но надо, наверное, подсадить, и жадный приду к вам. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем сейчас, во время обильного цветения, можно подкормить клубнику. Макбор. Очень хорошее удобрение. Это именно опрыскивание через лист усвояемость быстрее. Влияет очень сильно на вкусовые качества и на завязываемость. А по почве, по влажному грунту, есть специальное удобрение для клубники. Есть водорастворимое. Развели и под каждой кусти где-то по 350-по пол-литра вылили. Либо гранулированное. Это рассыпали и зарыхлили. Почему желтеет папоротник и хоста? Спасибо огромное, Татьяна. Так, ну смотрите, папоротники и хоста, это у нас такие влаголюбивые, тени любивые, смотря где они растут. По желтению могло произойти тоже из-за вот этих жарких условий. Тут смотреть надо на листик. Либо вы заливали, каждый день если поливать, корень тоже не дышит, как я уже много раз говорю, корень должен дышать. Лучше проводить рыхление, это тот же самый полив. Тогда вообще все сухое будет. Нет, вы полили раз, ну раз в три дня, в зависимости от погодных условий тоже, там раз в пять дней. Хорошо вылили ведро воды, не именно под куст, а и прилегающую территорию тоже нужно. Пролить и прорыхлить, замульчировать, и тогда влаги будут меньше испаряться. Ну а теперь, пожалуйста, покажите нам мастер-класс, просит вас Надежда. Как, научите, вернее, пишет она, научите, как из срезанных роз сделать посадочные кустики, чтобы были корешки. Из срезочных, это смысл, из букетных роз. Ну букет, букет роз, ну я так понимаю, если я правильно, конечно. Понимаю, очень редко получается вот этот опыт, ну пробуйте. А в интернете есть, что там китайцы все это делают, но это сказки сразу. Это все сказки, они даже выращивают на баклажанах бананы. А люди верят, мне вот просто, ну как, ну ладно, это уже другая тема. Там вообще чудеса, чудеса. Смотрите, берем розу, черенок, вот именно берем черенок, там 2-3 почечки должно быть. Верхний срез ровный, нижний срез у нас наискосок, да. И зазубринки такие, ну ножичком или ногтем покорябать надо будет. Обмакнуть в стимуляторе корнеобразования, это, например, корневин. И можно либо торфотаблетка, либо торф, либо вермикулит, смочив тем же самым корневином, выставить и теплицу создать, пакетики одеть и ждать. Ну, как правило, не получаются у людей. Я тоже пробовала. Пошли, вроде бы лист пошел, а корня нет. Странно, да. 22-41-18, наш телефон, у нас с вами еще есть 22 минуты. Вы можете звонить нам по телефону или задавать свои вопросы вот в нашем мессенджере. Либо же пишите нам в нашем чате прямой трансляции на канале Абакан24, на нашем портале YouTube во всемирной сети интернет. Это я тяну так время. Ну, есть звонок? Если нет, я могу дальше говорить. Так, что значит... А, ну хорошо. Звонок так звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Здорово, Сейдин. Здравствуйте, я поздоровалась. Я хочу обратиться к Юлии Романовне. Хорошо. Юлия Романовна, я рощу розы с черенков. Угу. Вот расскажи. И с роз, которые мне дарят в январе. Угу. Поэтому я вот так же, как и вы объяснили, обрезаю и ставлю их в воду. И они стоят у меня до тех пор, пока не дадут колеус. И дают корешки? Да? Если дали колеус, я тогда сажу в землю, и они дают корешки. Все, поняла. Это наплыв такой, когда образуются? Да. Да. И сейчас они у меня в грунте дали уже ростки. Это очень хорошо. Вот опыт в воду, значит, нужно поставить, а не сразу высаживать. А что такое колеус? Ну, там такой, как наплыв образуются. Спасибо вам большое, да, за ваш опыт. Это плесень, что ли? Ну, почему плесень? Нарост. Кина? Нарост такой, как бы, образуется. Где ранка, всегда наплыв такой образуется. Даже когда, если прививки делают, например, дерево, разные по диаметру, то там за кору, когда особенно вот этот способ прививки, черенок, там тоже наплыв. Влад у нас делает такие прививки. Вот, кстати, он приглашает к себе на участок снять дачники, да. Нет, мы поедем к нему, когда там будет чем поживиться, например, пойдет урожай с жимолостью. У него проблемы там в саду и большие. А, он хочет, чтобы мы за него работали. И не только это касается вот, ну вот, его участка, потому что все приходят поголовно. Это вот тот же самый цитоспороз, это манилиальный ожог, это бактериальный ожог. Проблема есть. Это вот вредители вот эти, горностаевая моль, гусеницы. Они полностью оплетают дерево. Если не обрабатывается, они уже вылетают. Влад обрабатывать надо. Ну вот он приглашает, чтобы показать на примере, как это сделать. Чтобы мы обработали ему деревья. Лоды, слушайте, следующий вопрос. Потому что людям это будет интересно. А, звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Юлия Романовна, скажите, у меня вот такой вопрос. Весной у меня отошла груша, а ей где-то около двух лет я посадила. Она вроде дала листики. Потом морозы ударили, вот было похолодание, апрель, май, там. И листики вообще замерзли, как бы отпали. Сейчас она замерла, ни листиков, ничего. Что с ней делать? Смотрите, можно простимулировать по корню это использовать. Есть, кстати, аминомакс. Вот там специально для корневой системы. Можно пролить аминомакс для корня. Не помню, как дальше там называется. Вот именно, чтобы хорошо нарастилась корневая система. Это используется он при выращивании рассады. Он наращивает очень хорошую корневую систему. А по стволику можно совершить опрыскивание любым стимулятором, какой есть. НВ-101, Циркон, Эпин. Вот такими препаратами. Добрый вечер. Теперь вы говорите. Здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Юлия Романовна, вот посадила балконные помидоры, и вот они как бы растут, но не видно, чтобы цвет набирали. А сколько... О, та же история. Подождите, какой сорт, во-первых, вот вы же обратную сторону всегда читаете? Балконные. Балконные. Балконные, там, чудо балконные, еще какие-то там сахарные, какой-то там малыш или что-то там такое. У вас они вымахали вверх? Ну, не сказать, что очень большие. У меня прям растут вверх и вверх. И не маленькие. Так, смотрите, дают листики, но завязи еще нет. Сколько они сантиметров? Как бы, как правило, комнатные, они должны быть невысокие, коренастые, толстенькие, не худенькие. Да, у меня всегда такие были. Не худенькие, я вот у человека спрашиваю. Ну да, они, ну, сантиметров, наверное, 30, и не сказать, что они толстенькие. Ну, такие как бы нормальные. Ну, вы и настаркиваете, они же у вас в объеме горшочка какого-то сидят. Сколько объем горшка? Ну, полтора литра. Полтора, полтора, полтора литровый и полутора литровый. Сколько кратность, как вы вообще подкармливаете, какими удобрениями? Ну, подкармливала для рассады удобрениями, потом этим фосфором. Монокалийфосфат? Монокалийфосфат, да. Ну, смотрите, тут, значит, как, вот с обратной стороны, если вы пачки же, надеюсь, не выбрасываете, прочитаете. Нет, нет, там они прям такие коротенькие, толстенькие. Ну, давайте простимулировать можно тоже, но тут как бы пока, например, вот на каждой пачке, вообще неважно, это будет комнатная, либо балконная, либо тепличная, или в огороде, в открытом грунте. Производитель всегда пишет, первая кисть над таким-то листом. Вот у самых высокорослых над девятым, над восьмым-девятым первая кисть закладывается. Здесь тоже нужно смотреть, у низкорослых, как правило, над шестым листом, шесть-семь листьев должно образоваться, потом уже идет цветочная кисть. Простимулировать можно, это тоже самое, и пинопрыскайте, циркон, и подкормки, ну, не заканчиваем, а также, где азот, фосфор, калий, микроэлементы обязательно вносим. Юль, ну, у меня вот уличные уже цветут, а домашние раньше посаженные. Ну, условия, значит, там какие-то. А эти, заразы, пруд вверх, и пруд, думаю. А какой комнатный, Алексей? Купил я котел, щеночка, вырос медвежонок. Нет, вот у нас тоже сотрудница Елена, она дачного участка не имеет, но хочется выращивать, да, все. И она вот выращивает как раз все комнатные вот эти культуры, которые на подоконнике, на балконе можно вырастить. Паприка вымахала под потолок, вот это мини-паприка. У вас, может, теневая сторона. А всего два перца, да, перцы вкусные, заразы. Поэтому вот я не договорила, она собирает урожай. Цветет как вичня вся такая, вся в цвету стоит паприка. Опрыскиваем. Всего два перца. И вымахала уже больше полуметра. Подкармливаем и опрыскиваем. Опрыскиваем. Это хорошо. Пертика. Молодец, Алексей Владыч. Так она и цветет, и водолыги-то растут. А где плоды? Будут. Хожу, опыляю, как идиот. Будут, будут. Добрый вечер. Здравствуйте. Кушаем теперь вас. И говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Юлия Романовна, я хотела бы спросить. Я посадила огурцы в стаканчиках, я их посадила под укрывной. Ну, как бы, они не очень такие хорошие. Чем можно их сейчас помочь? Да, Алексей подсказывает. Шустрик очень хорошо поможет в этом деле. Полстакана на 10 литров. Это, как бы, культура огурец очень требовательна к азоту и к калию. Там как раз все это есть. Ну, и фосфор, и микроэлементы. Поэтому раз в 10 дней подкармливайте. Также можете этим шустриком подкармливать капусту, тыквенный, чеснок, лук. Да, ну, только, смотрите, если вы еще азотом не кормили, посленовые томаты, перцы, баклажаны можете однократно. Но чуть-чуть поменьше понизите концентрацию. Ну, не полстакана на 10 литров, а четверть стакана на 10 литров. И по пол-литра на каждый кустик, по влажному грунту. Да. Вот, пожалуйста, у меня тоже балконное чудо. Извините за глагол. Фигачит лишь вверх, пишет наша женщина. Наша, чья-то женщина. Так, следующее. Хилат кальция удивляется, но Юлия Романовна говорила, что надо опрыскивать кальциевые селитры, чтобы зависть на деревьях держалась. Что такое? Кальцевая селитра, да, совершенно верно. Могла опечатка, так сказать. Ну, сказать. Нет, вы вот сказали, когда про абрикосы. Да, ну, вот, значит, сказала хилат кальция. Хилат кальция. Все верно, спасибо, что заметили ошибку мою. То есть хилатом кальция не надо? Ну, опрыскайте кальцевой селитрой, и также можно ее полить. А хилат кальция куда? Никуда. Ну, вот, кальцевая селитра, вот я хотела сказать кальцевая селитра, но... Перепутала. Да, бывает. Женщина, которая про сливу и абрикос спрашивала. Да, да. Нехило от кальция, хотя не помешает, да? Ну, путь кальцевая селитра, да. Путь кальцевая селитра, да. Для зависти кальцевая селитра. Как хорошо, что нас внимательно смотрят, да? Да, да. Давайте следующий вопрос. Бывает. Добрый вечер. Какими препаратами эффективно бороться в домашних условиях с белокрылкой на пало сволочи, извините, на рассаду еще не высаженных баклажанов? Спасибо. Смотрите, так, биологические, конечно, препараты используем, это может быть биокил, ну, я так вот советую, это из серии микорад, микорад, где баверия, гриббоверия, микорад 1-2. У нас надо записывать на ручку, не запомнишь же все это. Микорад, вот если вы придете к нам в центр садоводства, да, как бы спросите, есть брошюрка, где все вот эти микорады, семья, так сказать, микорадов. То есть вы теперь поклонницы микорадов? Ну, я за био, как бы вообще, химии так много везде. А это чисто биология? Это биологическая, она безвредна для пчел, для червей дождевых, для человека, это добро. А вдруг этот гриб начнет внутри человека плодиться? Нет, Алексей, нет, 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 во-первых, этим грибам баверии 200 лет. Потом пустят свои споры в головной мозг, у нас и так население с ума сходит, а если еще у них грибы будут в мозгу? Эти грибы, это обитающие почвы на всем земном шаре. У нас там как раз серое вещество. На всем земном шаре, поэтому мы просто концентрацию, они есть, они живут в почве, но их столько мало, как бы, еще когда мы используем химические вот эти все вещества, особенно на основе меди, медь она все губит, все грибы полезные, когда проливают там медью. Поэтому мы просто добавляем концентрацию, увеличиваем и все. Вот поэтому микорат и биокил. Так, что еще? Бионим еще есть, кстати, да, биологический препарат. Бионим. Правду говорите, потому что вот уже 5 минут как хочу чихнуть, извините. Едите, держите, дорогие друзья. Если это произойдет, не пугайтесь. 22-41-18, телефон и 9 минут эфирного времени у нас с вами. Потом только в 8 утра увидимся, но уже завтра. Так, ну я пока расскажу, как бороться с гардерой. Вы же приедете завтра в 8 утра к нам в эфир? Нет, Алексей. А почему? Ну... Продолжим беседовать. Спасибо. Как бороться с гардерой? Дорогие, проголосуйте, чтобы Юлия Романовна пришла к нам и в утренний эфир в один из дней. А почему нет? Вечерняя, лучше дома люди как раз уже дома, да, время 9 час. С участка уже приехали, посмотрели, что там. Я сомневаюсь, что сегодня кто-то по участкам рыщит. Ну я вообще говорю, что... И задают вопросы, звонят. А утром кто на работе? А утром посмотрим. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в эфире? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы купили машину конского перегноя, но уже поздно его рассыпать. Как его правильно сейчас использовать для подкормки растений? Ну смотрите, замульчировать вы можете конским перегноем. Чеснок. Чеснок, правильно, чеснок замульчируйте. Ну можно приствольные круги, ну не в толстым слоем замульчировать. Там огурцы, это настои можно делать. Я расскажу, как мы делаем, вот конский навоз используется. Мы берем большую емкость. Да, настаивать можно. И настаиваем там вот этот навоз конский, водой заливаем, он настаивается сколько-то дней, а потом разводим и поливаем. Ну концентрацию, смотрите. Концентрацию, конечно, там. Так, там получается, мы неделю должны настояться, забродить это все. Да, и потом на все лето хватает поливать. Литр вот этого, настоя на 10 литров. Так что вот. Можно подкармливать, но вот с ним нужно будет аккуратно. Насчет томатов, чтобы они не жировали и баклажаны, и перцы. Вот эти посленовые культуры. Их лучше вообще не кормить. Как так? Ну и не получите ничего. А у меня уже цветут. Ну правда, вы сейчас, наверное, сбросят, потому что холод пришел. Могут сбросить? Кто именно? Томаты. Да, томаты, да, уже, думаю, завязались в ней. Перцы уже завязали. Перцы, томаты, вот у меня тоже уже плоды висят. Плодок нету томатов, только цветут. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня у перца объедают листья. Какой-то извините. Скажите, пожалуйста. У перца объедают листья. У меня у перца объедают листья. У меня у перца, кто, за как объедают. Мы не успеем ответить на вопрос. А давайте я просто отвечу на вопрос. Давай. Так, образ, ну, комплекс. А я скажу, когда вы до нас дозвонитесь, в телефон говорите, не с телевизором разговариваете, а с телефоном. Смотрите, можно опрыскать липидоцит. Липидоцит. Да, таким препаратом опрыскайте. Это биологический препарат. Можно использовать тоже из семейства, так сказать, микорадов. Микорад 1-3. Там гриб другой. Поэтому опрыскиваем. Тоже он идет от листогрызущих. Это может и пчела-листорез работать. Да, мы на опрышем эфире говорили. Покутые двухвозки, это год очень богат на вот эти двухвозок. Они везде. Везде. Потому что они в ночное время хищники, да, как бы должны наоборот, они помощники. Они могут с вредителями огородными бороться. Но когда они могут и рассаду повредить, и листочки там почикать. И совки огромное количество. Совка, это серая гусеница в почве живет, тоже повреждает растение. Только ночью. Просто одна женщина рассказывала. Но они начали даже рассаду. Рассказывала, просто принесла мне фотографию. Там в ведре полностью дно было закрыто этими совками. А, совками. Да, стали высаживать томаты днем. Копаю, а там вот эти совки. Как бы нашли, что это, да, совка ночной, вредитель. Вышла, говорит, я ночью с фонариком. И точно, говорит, как в фильме ужасов. Они, как все, говорит, поползли со всех сторон. Нет, просто куда? К растениям. Вот стала собирать дальше. Поэтому проводим. Заселяем микорат 1.1, где гриб метаризиум уже. Заселяем его в почву. Он как раз борется... Давайте посмотрим фотографию. Наташа, включи фотографию. А вы повисите на линии, значит, электритель. Можно? А фотографию нам прислали. Вот такие нецветущие балконные томаты. Вот такие. Их две фотки. Покажи следующую тогда. Ну, такая же примерно. Такая же. Ну, там вот сколько... Можно посчитать листочки? Я вот не вижу. Раз. У меня ваш кустик тут мешает. Ну, если, смотрите, 6-7 листочков... Скоро... День шесть. Я думаю... День шесть. Через лист уже будет зависть. Но они высокие для домашних. Но они высокие, да. Поэтому, если... Смотрите, бывают несоответствия... У меня высшие. В несоответствии, да, то, что заявлено производителем. Конечно, почему я говорю, всегда сохраняйте пакетики до урожая. Я вам принесу завтра пакетики. То ли выросло или нет. Потому что, так как да, у одного, у второго, у третьего, конечно, нужно писать претензию к производителю. А теперь, говорите, вы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще на связи с нами? Да, да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы вот хотела задать вопрос такой. Через какое время можно поливать кальций селитра из помидоров, чтобы не было вершинно гнилий? В промежуток. Хорошо. Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо. Три минуты. Вообще, с самого раннего возраста рассады можно это использовать. Вообще, 3-4 раза за сезон. Опрыскивать или поливать? Опрыскивать и поливать можно. Опрыскивать. Особенно только вот уже бутон вышел, но не зацвел все, сразу же кальций селитра. Кальций это составляющая клетки, как бы крепче клетка будет, значит ни одна зараза не проникнет. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему не перезимовала черешня? Засохло дерево. Дереву 3 года. Она точно не перезимовала. Тут нужно, как бы, бывает еще поражаются, если в прошлом году болела, она не болела, вот этим ожогом, который, где грипп, манилия поработала, тогда вот это тоже могло сыграть. Либо, ну, все равно укрытие, говорю, первые 2 года нужно укрывать укрывным материалом. На зиму? На зиму заматывайте, да. И мне мою яблоню. Вы тоже можете, у вас 2 ствола тем более. Хотя... Не завидуйте чужому счастью. 2 ствола, да. Нет, ну, там просто, Алексей, говорю, это чревато, что дерево разломится. Пока оно разломится и не перезимовала голубика, хотя в прошлом году у нее все было отлично. Но вы укрытие совершаете, эти культуры вообще нужно пока первые 2-3 года это, конечно, укрывать. У нас ветра буйствуют, это февраль, март, месяц, это такие хиусы. Просто выдал... Так там снег лежит. Где? Там вот. Снег он выдал, и все. Ветер, я говорю, что ветер, у нас может снег и выпал. Есть укрытие. Есть укрытие. Что положили в лунку, как вообще заправили, это тоже... Сопрело. Там что вообще... Нет, не сопрело. Замерзло же, говорят. Не вышло весной. Не перезимовало. Ну, как бы у нас голубика, черника, все это растет. Прекрасно плодоносит. Вообще в Хакасе. Окей, спасибо вам за наш сегодняшний эфир. Спасибо вам, что звоните, спрашиваете и слушаете внимательно. Что... Да. Да, спасибо. Мы продолжим наши с вами встречи, общения и диалоги. Что? Большое сообщение? Где? Завтра в 8 утра на канале Абакан 24. Время первых. Вновь встретимся в эфире. Ну, а на это сообщение мы вам не ответим, потому что очень оно у вас большое. Я его дольше буду читать. Все. Спасибо. Доброго вам вечера. Юлия Романовна, попутно, чтобы вот никто вас не ограбил. Ой, спасибо. В нашем спокойном городе. Да мы вас возьмем. Всем хорошего настроения. До утра. До свидания.